Всем привет! Сегодня мы будем готовить заготовки в морозилку впрок. Мы будем готовить несколько видов блинов, фаршированные перцы, котлеты. Я покажу, как сделать, чтобы котлеты не замораживались между собой, а были отдельно всеми котлетками, как это сделать удобно, как размораживать, как хранить. И сегодня такая изюминка. У меня будут фаршированные багеты, которые хранятся тоже в морозилке. Готовятся они потом очень быстро. Такая замена пиццы. Очень прикольно, классно. Посмотрите, вот я сейчас приготовила какой тянущийся сыр внутри. Все готовится быстро, просто. А самое главное, один день работаешь, а потом неделю можно уже не готовить, только гарниры подготавливаешь. Начнем с завтрака, начнем с блинчиков. Блинчики я делаю в двух вариантах. С мясом и с творогом. Чтобы можно делать как на перекус и как на завтрак. Как я делаю? Вот так вот они получаются уже в готовом виде. Я только что выняла из морозилки, минут пять, наверное, прошло, они уже начинают оттаивать. Храню в пакетах по несколько штук по членам семьи, смотря сколько за раз вы съедаете. Можно хранить по три блинчика на человек, вот видите, у меня на двух человек шесть блинчиков. Или по два, если вы делаете на одного человека, например, и вы больше чем два не съедаете, тогда можно замораживать по два блинчика. Значит, как я делаю, как я закладываю и как подписываю это все. Есть блины, которые называются налистники. Они вот такие мягкие, я их вчера готовила, посмотрите, они очень мягкие, они не ломаются. И они по вкусу такие идеальные, что сюда можно заворачивать и мясную начинку, и творожную сладкую. Как я заворачиваю блины? Значит, смотрите, с одной стороны блин всегда толще. Я беру небольшую, ну где-то столовую ложку. Вы можете брать, когда я делала эти налистники, я показывала, как я заворачиваю их с творогом. Здесь у меня сухофрукты, изюм, что тут еще, клюква сушеная, немного сахара. Сметану я не добавляю. Где-то столовую ложку закладываю сюда в блинчик. Накрываем творог, заворачиваем блинчик, перевернули и придавили. Тогда он плоский и удобно хранить в морозилке. Смотрите, получается вот так. Храните, как я сказала, по количеству членов вашей семьи. Здесь у меня три на одного человека. Очень хорошо, когда есть и на одного человека. Например, я съедаю два блинчика, поэтому я себе морожу по два, чтобы несколько заготовок было лично на меня. Для мужа три. Если мы будем есть все вместе, тогда я делаю шесть. Когда вы делаете с мясной начинкой, мяса должно быть много, потому что таким блинчиком нужно наесть. Вот так выглядит замороженный блинчик. До готовки его надо достать где-то за 5-7 минут. Потом выкладываем все в сковородку, добавляем сливочное масло и оно поджаривается до красивого золотистого цвета. Откройте мое видео на листнике. Из двух норм теста, которые я делаю, получается где-то 36 блинчиков. Можно разделить на творог и на мясо. И у вас получатся заготовки из творога быть мясом, только главное подпишите, чтобы вы помнили, где что. И еще такой момент. Блинчики слишком зажаривать не надо. Пусть они будут вот такие светлые. Тогда, когда вы их будете поджаривать на сковородке со сливочным маслом, как раз будет перфекто. Теперь котлетки. Я замораживаю тоже в двух вариантах. Во-первых, разные котлеты. Я делаю здесь у меня любительские, а здесь у меня мои обычные классические котлеты с крупным луком. Смотрите, здесь большая порция котлет, чтобы пожарила была на несколько человек. А здесь буквально на один раз покушать, смотря как вы дома кушаете и какое количество людей. Это очень удобно. Как я отмеряю и как я формирую котлеты, чтобы они не слишком все слиплись друг с другом. Потому что, смотрите, они внутри абсолютно друг с другом не слиплись. Вот, видите, абсолютно. Начнем с любительских котлет. Их нужно взвешивать где-то по 70-75 грамм на одну котлету. Можно, конечно, так не заморачиваться, но тогда они один в один, одинакового размера, равномерно прожариваются. Вытянутую котлетку. Сейчас покажу. Очень удобный фарш, он не липнет к рукам. Посмотрите, есть видео на моем канале, все ссылочки я оставлю под видео. Смотрите, вот такая кругленькая она вначале. Я ее прокатываю в сухарях, вот так. Всыпаю с двух сторон, с боков. Теперь беру котлетку. Смотрите, что делаю. Вот так придавливаю. Вот, видите? И все. И выкладываю на другую тарелку. Сформирую все, и потом буду закладывать в пакет. Когда вы будете закладывать, особенно котлеты, у меня, например, не всегда получается так, чтобы пакет был полностью, так знаете, щильно заполнен. Остаются какие-то промежутки. Я делаю так. Немного выпускаю воздух. Вот так. Есть пакеты вот с таким замочком. Фактически, оно бывает вот в одну линию или в две. Но они неудобные. Почему? Потому что, когда вот я открываю и рву, да, особенно если здесь вес в каком-то пакете или он с морозилки, очень часто он прям рвется. И сама защелка рвется. Отделяется полиэтилен от этой защелки. И если вы, например, хотели достать, ну, предположим, вам не нужно все котлеты, вам нужно там 4 или 4 блинчика, то в итоге защелка порвалась, вы будете сворачивать этот пакет. Это неудобно. Такие вот пакеты, они не есть удобные. Хотя они недорогие. Есть вот такие пакеты. Они вот так вот, вот с такой защипкой. Посмотрите, вот так выглядит. Вот так. Здесь совершенно внутри по-другому сделано. Более плотный вот здесь полиэтилен. И оно не порвется. Котлеты нужно выложить где-то минут за 15, как вы их будете готовить. И еще вариант, который мне нравится очень. Вот этот, кстати, вариант очень удобно именно в судочках делать. Я беру перец по сезону и делаю свой обычный фаршированный перчик. Посмотрите у меня на канале. Я фарширую, только без заливки делаю. Значит, у меня я буду делать в маленькой кастрюльке. Посчитайте, сколько в кастрюльку у вас влазит перчиков. И такое количество и замораживаете на одну кастрюльку. Я размораживаю, кстати, вы можете, уходя на работу, их разморозить. В пластике вот вы выставили судочек, он разморозился, вечером будете готовить. Но их можно и сразу готовить, как только вы выняли из морозилки. Главное, чтобы они вынимались. Вот они у меня минут 15 стоят и уже выходят, вы видите. Потому что, ну, очень, ну, морозилка у меня нормальная и нет такого, что все во льду. Значит, как я это готовлю? Очень легко и просто. В мультиварке, в вок, в кастрюльке, в небольшой, как я сказала. Выставляете все перцы, чтобы они не попадали, а стояли. Отдельно в кастрюльке воду берете, солите, перчите и добавляете лаврушку. Можно добавить немного сметанки, можно добавить томатной пасты или немножко самого томатного пюре. В общем, что есть, можно томатный сок чуть-чуть налить. Это на любителей, кто как любит, кто-то со сметаной, кто-то с томатом. И все, и заливаете. Если они еще замороженные только с морозилки, не доливайте, ну, сантиметра три. А если они разморозились с утра, тогда можете полностью, чтобы чуть-чуть покрылись. И все, и готовим. Получается очень вкусно. Главное, сразу блюдо, пока вы там, не знаю, вечером пришли с работы, что-то делали, уже вам готовится обед, мама, вау, мама приготовила перцы вечером. А мама умная, она заморозила. Ну, в общем, это реально круто. Таким образом можно готовить и голубчики. И такая изюминка сегодняшнего видео, что если вам нужно перекусить, и не хочется стоять возле плиты, жарить, например, потому что я буду уходить, у меня прическа вся промоняется. Ну, в общем, есть один вариант, а перекусить надо. Значит, у меня есть рецепт фаршированного хлеба, фаршированных багетов. Они тоже хранятся в морозилке. Значит, вынимать их надо где-то за полчаса, минут за сорок до того, как будете готовить. Готовятся они в духовке. Посмотрите, как выглядит фаршированный багет. Вот таким можно. Ну, здесь сверху с сыром. Сейчас я покажу, как фаршировать такие багеты. А этот пока поставлю в духовку запекаться. Я купила багеты. Разрезаю их всегда пополам, потому что неудобно замораживать целым длинным багетом. Мне понадобится любая зелень. С укропом он такой нейтральный, вкуснее всего. Сливочное масло. Знаете, оно должно быть такое не слишком мягкое, чтобы на терке натиралось. Сыр, который хорошо плавается. У меня сметанный. Я в последнее время просто помешана на сметанном сыре. Он идеально плавится в духовке. Чесночок. И здесь у меня бекон. Вы можете использовать любую колбаску, мясо. В общем, все, что вы едите на бутерброды или добавляете в пиццу. Это хорошая альтернатива пицце, потому что пиццу нужно раскатывать тесто, даже если оно есть у вас замороженное в холодильнике. А так просто все в духовку. Натираем масло на мелкой терке. Сюда же натираем сыр. Чесночок по желанию. Теперь все помешать. Режем зелень. Я нарежу сразу больше зелени, чтобы отправить сразу во все фаршированные багеты. Сюда отправляем зелень. Если нет свежей, то даже можно сухой сделать. Запах чеснока и зелени это всегда беспроигрышный вариант. Это очень вкусно. Значит, бекон или мясо, которое вы приготовили, нарезаем кубиками. Так как у меня сегодня бекон и он жирноватый, сюда только добавляется смесь и все. Но если у вас просто какое-то мясо, тогда без сала я имею ввиду. Тогда можно взять кусочек сливочного масла небольшой. Тоже нарезать кубиками мелкими и отправить сюда в начинку. Будет вкуснее. Я добавляю сливочное масло даже с беконом, когда делаю. У меня так любят больше, тогда такой вкус чуть-чуть нежнее, сочнее получается. Чуть подсаливаю. И мне нужно будет натереть кусочек сыра, чтобы сверху задекорировать багеты. Двух сторон разрезать багет не нужно. Я разрезаю посередине, не доходя до краев. Открываю багет и придавливаю мякушечку к стеночкам. Начиняем наши багеты. Сверху я закладываю сыр. Теперь можно все в пищевую пленку и в морозилку. Таким же способом начиняем все багеты. Когда у меня в конце остается по чуть-чуть всех начинок, я в один добавляю все. Вот здесь две. Видите, здесь чесночно-сырное, а здесь беконом. Еще можно делать фетой. Уже тут разнообразие вкусов. Все заматываем в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру. Багет у меня приготовился. Готовится он в разогретой духовке на 160 градусов. Смотрите, чтобы у вас не горело. Смотрите, какой хрустящий. Хрустит, все внутри расплавилось. Здесь у меня три вида начинки. Хочу показать, какие три вида начинки я сюда закладывала. Ой, смотрите, какая красота. Здесь у меня был сыр с чесноком, который мы сегодня делали с маслом. Вот это вот с беконом. И, наверное, в этой стороне я готовила с фетой. Ой, как хрустит! Вкусно, да? Смотрите, вот здесь с фетой. Как получается по структуре сверху такой хрустящий хлеб с хрустящей корочкой. Внутри такой, знаете, запеченный сыр, который тянется. Ароматно пахнет. Вот здесь у меня с фетой, а здесь уже с беконом. Давайте попробуем. Аромат, конечно, вообще... Значит, здесь фета и зелень. Очень вкусно. Сверху сыр. Так. С беконом. Ну, с беконом больше всего похоже на пиццу. Ммм. Как хрустит батон. Теперь там, где чеснок, сыр с чесноком и маслом. Ммм. Ммм. Прям плавится вот так, тянется. Легкий вкус чесночка. Круто. Значит, я люблю больше всего с фетой. Просто фета с зеленью. Перемешивайте и закладывайте. И с чесноком, и с сыром. Это очень вкусно. Сливочное масло делает нежную текстуру. Ммм. Не могу. Буду есть. Я, конечно, не пробовала. Но можно попробовать сделать в батоне. Тоже будет прикольно. Мы когда-то сделали фаршированный батон. Ну, в общем, надо экспериментировать. Но попробуйте и напишите мне. Ну, вот эти багеты обязательно пробуйте. Вот я их запаковала в пищевую пленку. Отправляю в морозилку. И у меня будет еда на всю неделю. Только можно котлетам, гарнир. Перец у меня. Два дня будем есть перец. Ну, в общем, все как бы круто. Еще супчик. И все готово. Завтраки есть, обеды, ужины. Ну, все. Вот такой сегодня был ролик. Я вам советую приготовить. Попробуйте. Это сэкономит вам время. Да, один день ты работаешь. Но зато потом отдыхаешь каждый вечер практически. Спасибо, что вы сегодня были со мной. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Хрустите вкусными багетами. Это вообще вкуснота, вкуснота. Всем советую попробовать. Даже если вы не будете морозить все эти заготовки, вам леньки. Багет сделайте. Можно даже, я думаю, кто не хочет замораживать, сделайте свежаком. Он просто не будет столько долго готовиться. 25 минут в разогретой духовке. Это с морозилки. Он полежал полчаса у меня в кухне на столе. Потом я готовила. Будет даже быстрей, чтобы расплавилось все. Всем пока-пока. Всех люблю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь этим видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok